Здравствуйте, меня зовут Долганина Ольга Андреевна, и я клинический психолог и когнитивно-поведенческий терапевт. И сегодня мы с вами поговорим про синдром отложенной жизни. Что такое синдром отложенной жизни и почему он возникает? Синдром отложенной жизни – это тип мышления, когда человек постоянно ждет событий, которые в будущем изменят его жизнь. Например, я обязательно буду счастливым, когда куплю квартиру, похудею, рожу ребенка или приобрету ту должность, которую так жду. Настоящего будто не существует. Человек постоянно окупается в мечтах о лучшем будущем. Но на самом деле это лучшее будущее так и не наступает, либо оно очень краткосрочно, и человек не может им насладиться. Все это совершенно не дает возможности радоваться настоящему моменту и гордиться теми результатами, которые уже есть сегодня. За синдромом отложенной жизни обязательно стоит сильная тревога, неумение принимать решения и обесценивание сегодняшних результатов. Такому человеку постоянно кажется, что любое его решение должно быть идеальным или он обязательно совершит ошибку и будет потом сожалеть всю жизнь. К сожалению, такой тип мышления ведет исключительно к разочарованию. И спустя много лет человек может осознать, что так и не принял важных решений и не дождался того будущего счастья. Как справиться с синдромом отложенной жизни? Важно помнить, что синдром отложенной жизни — это в первую очередь тип мышления. И за ним стоит тревога от принятых решений и страх чувства сожаления. Чтобы преодолеть синдром отложенной жизни, важно помнить, что правильных и неправильных решений вовсе не существует. Вам в любом случае придется научиться принимать решения, ведь именно от них зависит ваше будущее. Да, действительно, у ваших решений могут быть негативные последствия, но вы с ними сможете справиться. И в любом случае, даже если вы не делаете выбор, это тоже выбор. Обдумывайте свои цели и желания, а лучше запишите их на бумагу и прямо пропишите маленькие шаги для достижения своих целей. Действительно, сменить профессию крайне сложно, но ввести в поиск, как это сделать или найти подходящий университет или институт точно можно. Или, например, вы хотите начать бегать. Сразу представлять свой бег на длительные дистанции довольно трудно, но вы точно можете побегать 5-7 минут. И вот это маленькое действие даст вам желание и мотивацию двигаться дальше. И буквально понимание. Да, действительно, я могу. Действие — это ключ к преодолению синдрома отложенной жизни. Важно не требовать от себя слишком много. От требований, негативной оценки, либо обесценивания действительно наша мотивация ослабнет. А нам все-таки важно научиться ее поддерживать. Конкретный план поможет снизить уровень тревожности и все-таки перестать откладывать эту жизнь.